добрый вечер дорогие друзья я рада снова быть с вами и сегодняшний урок будет посвящен важной теме вера и физическое здоровье такое отношение к телу когда мы учились в швеции в библейской школе города упсала мы проходили целую тему называлась она дух душа и тело и очень долго мы там обсуждали дух потом душу а теле поговорили буквально несколько минут и вот мне хочется восполнить такую несправедливость почему-то а теле у нас говорят мало и как-то неохотно но господь не оставил нас без откровений о нашем теле и о его назначении и очень много интересных мест отрывков из писания я нашла у апостола павла в его посланиях и я бы хотела сегодняшний урок посвятить разбору этих мест писания сразу говорю что мест будет достаточно много и все они будут читаться по переводу российского библейского общества то есть по современному переводу это самый мой любимый перевод благодаря этому переводу я многие места как будто было прочитала в первый раз когда занялась этой темой и я хочу вам дать опять же такое небольшое домашнее задание чтобы вы записав сейчас эти места писания вы можете сейчас читать их вместе со мной и следить по синодальному переводу но обязательно потом сами еще раз пройдитесь по этим местам и посмотрите еще раз не торопясь и поразмышляйте над ними потому что там есть о чем поразмышлять итак первое место писание которое мы сегодня откроем это первое фессалоникийцам 4 глава с 3 по 8 стих и так я читаю по современному переводу воля божья в том чтобы вы посвятили себя ему и отказались от всякого распутства пусть каждый блюдет свое тело в святости и чести а не пылает похотью как язычники не знающие бога и не вздумайте в этих делах приступать границ и посягать на права брата я бы добавила еще и сестры в этих делах это дела которые связаны с разными нашими личными делами даст разными нашими сексуальными нуждами вот у всех есть свои права и мы не имеем права посягать да на их права потому что за все это господь отомстит как мы и раньше говорили вам и настойчиво вас предостерегали ведь бог нас призвал не к тому чтобы мы жили в нечистоте а к святости следовательно тот кто отвергает это не человека отвергает но бога дающего вам своего святого духа и воля божья прежде всего для нашего тела до чтобы мы были святы и если мы не хотим жить свято то получается что мы не больше не своих ближних отвергаем не своим ближним наносим вред но мы отвергаем самого бога и прежде всего наносим вред самим себе почему такие требования достаточно жесткие к нашему поведению к нашей святости к тому как мы соблюдаем вот эти морально-нравственные нормы может быть потому что господь хочет как-то нас здесь помучить то есть ну пусть не верующие получают все удовольствие а вы верующие должны от всего воздерживаться нет конечно господь нас любит он не против наших удовольствий да если только это опять же не заходит на территорию другого человека не заходит на территорию его прав и господь дал нам достаточно удовольствие для нашего тела и достаточно разных приятных вещей до которые вполне чистые святые он вполне одобряет это да но вот есть вещи которые конечно ему не нравится и это не чистота это распутство и похоть и эти вещи он не допускает своих детях почему потому что наше тело задумано как храм как местилище духа святого и давайте откроем еще одно место из писания это послание 1 коринфянам 6 глава со стиха 12 по 20 вы говорите мне все позволено да но не все мне на пользу мне все позволено но ничто не должно завладеть мною пища для брюха и брюха для пищи здесь так и написано я не придумываю да бог уничтожит и то и другое но тело не для разврата а для господа и господь для тела бог воскресил господа и нас воскресит своей силой разве вы не знаете что ваши тела части тела христова и ты часть тела христа хочешь превратить в тело проститутки не быть тому а разве вам не известно что тот кто соединился с проституткой стал одним с телом ведь двое станут единой плотью от тот кто соединился с господом один дух с ним бегите от разврата какой бы грех не совершил человек грех не касается тела но развратник грешит против собственного тела разве вам не известно что ваше тело храм в котором живет святой дух полученный вами от бога и вы не принадлежите себе вас купили за большую цену так славьте бога своими телами и вот из этого очень информативного отрывка писания мы узнаем сразу несколько вещей посмотрите первое это что наше тело часть тело христа и с одной стороны мы понимаем что тело христа это что-то духовное а наше тело она вполне физическое тем не менее мы каким-то образом принадлежим даже нашим телом к этому вселенскому телу христа на самом деле это очень такие вопросы тонкие и часть из них когда мы думаем об этом да нам никогда не понять разумом и мы должны воспринимать это верой потому что как вы не старайтесь представить это на что ваше тело вот она часть еще какого-то общего тела вы это физическом мире не представите но господь знает о чем он говорит своем слове он знает что он передает своим святым и поэтому мы просто должны доверять ему в этом и понимать что значит на нас от возложена какая-то определенная ответственность за то что мы правильно относились к своему телу и по крайней мере не придавали не делали его частью какого-то разврата чего-то того что богу совершенно не угодно и второе вторая вещь которую мы видим из этого отрывка что наше тело это храм в котором живет дух святой это ли не великое призвание быть вместилищем для самого бога и третье что я тут вижу это нас купили мы себе не принадлежим то есть вспомните как раньше торговали рабами их просто покупали как вещь и они не могли больше распоряжаться самими собой были ли у них семьи были у них какие-то свои собственные предпочтения все оставало неважно потому что этот раб принадлежал теперь какому-то другому хозяину и его не спрашивали о том хочет ли он этого или нет его просто увозили к новому хозяину и он принадлежал ему это конечно жесткая такая аналогия но мы пришли к христу добровольно слава богу нас никто не принуждал к этому и в этом смысле что рабы конечно были не добровольны привязаны к своим хозяевам но мы посвящаем себя господу добровольно и надо понимать что на самом деле мы куплены им мы принадлежим ему всецело и все что у нас есть все принадлежит ему из другой стороны все и что есть у него принадлежит нам и последнее что я вижу это мы должны славить бога своими телами это я думаю всем понятно что наше тело оно должно быть примером для многих людей которые смотрят на нас мы не должны как-то валяться под забором до в каком-то пьяном виде мы не должны где-то там ночных барах предаваться предаваться распутству но на самом деле мы должны просто являть собой ну такой пример света и здоровья и милосердных добрых дел которые мы делаем с помощью нашего тела и вообще как наши в отношении к телу есть две крайности первое это аскетизм автора это гидонизм и давайте откроем еще одно местописание это колоссянам 2 глава с 18 стиха вторая глава с 18 по 23 стих не допускайте чтобы вас осуждали люди которые обожают смирение поклоняются ангелам и распространяются о собственных видениях напрасно они кичатся своим умом он у них все еще земной такие люди больше не связаны с главой которая питает тело и придает ему благодаря его связкам и суставам единство чтобы это тело возрастало по замыслу бога и если вы умерли вместе с христом и теперь свободны от стихии мира зачем же вы позволяете им устанавливать для вас всякие предписания словно все еще живете в этом мире не прикасайся не ешь не трогай да все эти запретные вещи для того и существуют чтобы быть уничтоженными при употреблении все это человеческие заповеди и учения такие предписания с их самодеятельным благочестием смирением и умерщвлением плоти конечно же создают видимость какой-то мудрости но грошим цена они ведут лишь к потворству плоти на самом деле это местописание она совсем не простое для понимания с одной стороны здесь перечисляются достаточно хорошие вещи такие как посты до молитвы откровения ведения с другой стороны это явно осуждается и говорится о том что это человеческие какие-то вещи которые которым грош цена и как вот это разделить как это распознать где тут истина и и конечно же речь идет о постах не совсем не о постах которые угодны богу но о тех религиозных людях которые используя эти вещи хотят повысить собственный духовный авторитет они хотят потворствовать своей плоть то есть исполняя вот эти такие аскетические практики и постясь как-то ограничивая себя во всем делай такой суровый вид рассказывая своих видениях они в своих глазах становятся такими великими такими знающими такими духовными но на самом деле это не духовность да это то что павел называется то что апостол павел называет просто человеческой плотью которая хочет вот за счет этих духовных вещей лжедуховных да придать себе вес то есть придать вес собственных глазах и желательно в глазах других людей и знаете когда вот вы видите такого человека который очень суров очень требовательны к другим такие люди они еще и других хотят обычно как-то во все это втянуть те кто полны осуждения те кто полны претензий к своим братьям сестрам почему вы то не делаете почему вы это не делаете вот такие люди они обычно это лжедуховность и как библия говорит что мудрость которая нисходит от бога она мирно скромно послушливо и как написано в книге экклезиаст то что мудрость человека она смягчает его лицо она стает более светлым более добрым потому что там где мудрость божия там божья любовь и если человек наполнен мудростью он наполнен и любовью а значит и милосердием к другим снисхождением и таким вот такой добротой другим людям и вообще это опасно вот то что люди иногда требуют так жестко ограничений запретом да не прикасайся не вкушай не трогай все это может на самом деле извратить саму суть христианство потому что это сосредотачивает человека на чем-то внешним связанным вот именно с его телом с его физическим с его каким-то физическими отправлениями обычно такие запреты они относятся не только к идее но и к физической сексуальной близости я говорю конечно о семейных людям то есть нельзя так нельзя там нельзя тогда и человек сосредотачиваясь на этом он забывает у него просто иногда даже нет времени и сил больше подумать о внутреннем и именно вот в этом иисус упрекал фарисеев когда он был здесь на земле он говорил что фарисеи они чтут бога устами и внешним служением но сердца их отстоят от него далеко и поэтому когда мы вот очень много думаем о нашим внешнем служении вот это аскеза да аскеза она сама по себе неплохо она на самом деле где-то кому-то помогает очиститься очистить свои мысли очистить свои тела но сама по себе автоматически если ты изнуряешь свое тело ты автоматически не станешь ближе к богу и для этого нужно стремиться именно к внутреннему единению с ним когда я пришла протестантскую церковь а до этого я росла в обычной советской семье никогда не знала о церковной жизни никогда не знала постах слышала конечно что есть какие-то православные посты перед пасхой перед рождеством есть великий пост но сами мы конечно никогда ничего подобного в семье не делали но когда я пришла к протестантам то мне подробно объяснили что такое пост для чего он нужен и мне очень понравилась система вот это этих индивидуальных постов которые приняты у нас то в нашей церкви в нашем нашем движении система не жесткая что надо с такого-то по такое-то число это можно то нельзя а система очень гибкая и основанная на на твоих собственных духовных нуждах на твоих собственных физических возможностях потому что не каждый человек например может выдержать жесткий строгий пост на одной воде там 33 дня это не каждый может выдержать и есть люди которые вообще могут по состоянию здоровья даже день нельзя просто голодать им нельзя обходиться без пищи и тогда они могут взять другой вариант поста да это ограничивать себя например в любимых продуктах или в развлечениях или в в интернете вообще взять пост от интернета это тоже очень хорошо то есть сама по себе это неплохо если мы например хотим ограничить себя в каких-то вредных продуктах и ну например сократить объем своего потребления покупать меньше каких-то ненужных вещей чтобы потом их меньше выбрасывать это хорошо это для нашего здоровья хорошо это для нашего тела хорошо для нашего состояния душевного это хорошо для нашей планеты для экологии но все это само по себе повторяю не ведет к богу и сама по себе аскетичность это еще не залог того до что что мы по-настоящему имеем с ним общение что мы сливаемся с ним и стоим одним духом с ним и возьмем вторую крайность это гедонизм об этом сказано в римлянам 13 глава 14 стих там апостол павел говорит по печенье о плоти не превращайте в похоти и как вот понять когда ты заботишься о своем теле ведь наше тело нуждается в заботе и мы достаточно много для него должны делать и одевать его и кормить и греть и еще какие-то вещи доставлять ему все-таки какие-то удовольствия а где уже вот где есть здоровые заботы о нем а где уже похоти как это называет апостол павел или просто какие-то ну уже такие нездоровые желания вот как это отличить я думаю что это можно отличить когда мы посмотрим насколько много мы думаем о нашем теле насколько много мы думаем вообще о себе если мы зациклены на нашем теле например на внешности или на наших вот желаниях удовольствия и мы всяко его холи мы лелеем и любое ущемление своих прав считаем трагедией вот такое состояние да уже я считаю близко к похоти и нам конечно она ближе чем аскетизм это уже как-то больше не наша тема если взять века которые прошло прожило человечество да то наше время по сравнению с совсем прошлыми веками я не говорю о каких-то богатых людям да и всегда было меньшинство но я говорю о об основной массе людей наше конечно время это время изнеженности и избалованности у нас всего достаточно мы окружены комфортом естественно каждый бы хотел жить лучше и кому-то и всем чего-то не хватает тем не менее мы не голодаем мы живем во вполне даже комфортных условиях и вот это как раз провоцирует нас на то что мы превращаем заботу о себе вот в эти похоти и для нашего здоровья физического такой подход он еще более опасен чем и вреден чем тот первый подход понимаете стремясь создать для себя всегда такие комфортные условия мы оказываем телу плохую услугу она остает ленивым на самом деле она впадает в лень в пагубные привычки в разные зависимости и она теряет свои защитные силы почему у современных людей очень низкий иммунитет и сейчас мы в этом убеждаемся да когда на нас напал этот ужасный вирус то кто-то его может отразить а кто-то нет и очень много таких людей которые не могут справиться с ним своим собственным иммунитетом а лекарства нет мы же привыкли полагаться на лекарства мы же привыкли полагаться на помощь медицины а при этом забывая что наш собственный организм имеет высокие защитные силы и может сам себя защитить на если относиться к нему правильно так вот всему этому мы обязаны таким нашим изнеженным условиям и я вот мое глубокое убеждение что человек не должен постоянно находиться в комфортных условиях человек должен вот как-то вытряхивать себя из них хотя бы развод вот тоже те же наши церковные сплавы да когда мы выходим на природу когда мы живем там неделю или пять дней просто в палатках без всяких удобств и без связи и без интернета до для многих это что-то немыслимое они не могут оторваться от своих удобств здесь дома ему совершенно ужасно мысль что придется спать на чем-то жестком и ходить там в лес в тот же туалет и там могут быть клещи какие-то опасности они боятся всего этого но вспомните о том что человек был наше тело оно создано было скорее для жизни в дикой природе чем вот в этих на мешках из стали бетона асфальта которыми мы называем города это более для человека неестественная среда но мы так не привыкли что нам она кажется просто единственно возможный от этого страдает прежде всего наше здоровье и поэтому вот просто делайте что-то такое что что вы не привыкли делать что вам доставляет какой-то может быть дискомфорт это и закаливание и вылазки на природу и посты и тренировки мышц и вот о том как вести здоровый образ жизни мы с вами поговорим немножко позже итак не впадая в две крайности как же относиться к своему телу вот с одной стороны не слишком его ущемлять да а с другой стороны не слишком ему потакать и как всегда есть такая золотая середина о которой тоже говорится в библии да нужно относиться к своему телу ну спокойно и с любовью и помнить об еще одной важной его задачи давайте откроем еще одно место из писания это первое коринфянам 9 на этот раз глава с двадцать четвертого стиха по двадцать седьмой двадцать четвертого по двадцать седьмой неупорно тренируются но они поступают так чтобы получить венок который увянет а мы чтобы получить венок неувидаемый так и я бегу не бесцельно и я тоже как кулачный боец не колочу воздух в пустую нет я закаляю тело и подчиняю его своей воле чтобы не получилось так что провозгласив весь для других сам не буду допущен к состязаниям и и итак апостол павел говорит что наше тело да оно нуждается вот в этой закалки в этой как написано в синодальном переводе я усмиряю и порабощаю свое тело так павел очень радикально да все пишет и я подчиняю его своей воле то есть я веду такой образ жизни до чтобы она служила мне и для чего первым делом должно служить тело тело должно служить для того чтобы исполнить божье призвание ведь у каждого из нас чем бы мы не занимались как где бы мы ни были на каком вообще на каком уровне нашей социальной лестнице у каждого из нас есть свое призвание в жизни есть свои конкретные задачи на кто-то работает кто-то сидит с детьми кто-то готовит еду кто-то и и выращивает и производит кто-то проповедует кто-то учит слову божьему у всех из нас есть свои задачи и несмотря на то что павел здесь конечно говорит не о спортивных достижениях да а духовных но задачи которые у нас есть они вполне физические да они относятся к этому миру и согласитесь что когда вы больны у вас нет так нет шансов так хорошо сделать свою работу свое призвание как если бы вы здоровы были даже если вы например не пашите не сеете хлеб да не не работайте там чем-то физическим а вы например проповедник то все равно все равно чтобы выполнить даже работу проповедника нужно хорошее здоровье нужно хорошую нервную систему иметь нужно выдерживать вот этот вот вот это состояние концентрации нервного напряжения которое приходится переживать время учения или проповеди то есть это понятно что наше тело она впрямую влияет на то что мы делаем потому что например вспомните состояние свое когда у вас высокая температура ну немного сделаешь в таком состоянии на какое бы ни было у тебя призвание и чтобы тебе бог не сказал делать ты лежишь и ручкой ножкой уже пошевелить не можешь и чем здоровее и чище тело и чем вот меньше в нем этих токсинов вот этой загрязненности чем она крепче тем яснее мысли тем больше энергии и мы лучше можем сделать до свою работу у нас лучше настроение у нас бодрый настрой у нас больше позитивных мыслей и мы сделаем свою работу хорошо и получим от господа награду за эту работу то есть игра конечно стоит свеч и заботиться о своем теле это делать как бы инвестицию даже в нашу духовную жизнь и павел не зря сравнивает нас с кем со спортсменами здесь в этом отрывке да именно спортсмены они жаждут победы и ради победы они готовы выдерживать вот эти долгие часы изнурительных тренировок да им нужно победить им нужно достичь своей цели и хоть как я и сказала он здесь говорит не о духовных духовных достижениях они о спортивных извините достижениях а больше о духовных да что он как служитель божий да старается вот так же бежать старается не остаться недостойным чтобы вы сняли где-то соревнований чтоб его отстранили от них да мы понимаем что физического тела здесь есть своя часть то есть ты никак не пройдешь свое призвание будучи очень больным человеком естественно у больных людей могут может быть свое призвание если человек рождается уже очень больным вот я считаю что у таких людей есть конкретная цель на земле это ни в коем случае не как не какие-то там найти никчемные лишние люди это очень важная часть человечества почему потому что я считаю у них призвание учить нас всех милосердию учить нас всех сострадательности вниманию то есть если мы мимо какого-то человека здорового можем пройти не заметить что с ним что-то не так то эти люди они они взывают часто даже своим видом о том что они ну слабые беспомощные и они нуждаются в нашей помощи в нашей заботе и вот именно к ним мы должны проявлять максимум терпения и максимум такой заботы и милосердия и мы учимся этому через них но если ты родился здоровым то используй свой ресурс используй свой физический ресурс и поддерживай свое тело в хорошем состоянии не надо думать что ты родился здоровым и ты будешь всю жизнь таким здоровым нет у нас при нашей экологии при нашем образе жизни есть все шансы закончить свою жизнь просто в развалившемся теле сами условия нашей жизни знаете они ну не помогают нам стать крепким остаться крепкими и здоровыми как в молодости вот но для этого нам дана голова и мы можем думать о том как это сделать и вот посмотрите еще один стих первое тимофею четвертая глава восьмой стих первое тимофею четвертая глава восьмой стих здесь написано ведь физическое упражнение ведь физические упражнения полезны лишь отчасти богопочитание же полезно всегда потому что в нем обещание жизни и нынешней и будущей и в синодальном переводе сказано еще более так радикально что физические упражнения мало полезны и мы так делаем вывод а так они мало полезны так и не нужно тогда вообще этим заниматься мы просто можем расслабиться и заняться только богопочитанием богоисканием вот здесь мне больше нравится перевод да где написано что физические упражнения полезны лишь отчасти что это значит это значит что наше тело да и заботы о нем наше тело оно нам в общем то пригодится только здесь на земле и соответственно заботы о нем тоже закончатся с его существованием да то есть если сравнивать физическое какое-то да наше состояние и состояние нашего духа что важнее конечно состояние нашего духа потому что это нужно и здесь и в в будущем да в будущей нашей вечной жизни но при этом при этом мы уже с вами разобрали что наше физическое состояние оно таки впрямую влияет и на наш дух и на нашу душу и я тоже согласна что духовные вещи важнее чем физические но и физические вещи да нельзя забывать и нельзя пренебрегать нашим телом нашим здоровьем и вообще мы не можем четко разделить вот дух душу и тело это только в учении так получается да есть такой предмет в библейской школе и все четко разложили на три полочки вот это дух это душа а это тело в жизни это никак четко не разделить что на что влияет что от чего и я хочу вам привести в пример одного человека который жил еще в 19 веке это самый известный неврологический пациент о котором до сих пор спорят врачи-неврологи значит в 19 веке жил такой человек в Америке его звали Финиас Гейдж он работал на скромной должности бригадира по строительстве железных дорог и никак не имел никаких шансов прославиться на весь мир но что его так сильно прославило на самом деле печально прославило это несчастный случай который с ним случился то есть он что делал он ходил с таким железным жезлом и видимо они взрывали какие-то скальные породы бурили небольшие скважины закладывали туда порох и он трамбовал этим железным таким ломом вот этот порох внутри скважины потом его засыпали песком и глиной и взрывали и часть скалы отваливалась так они ровняли дорогу в этот день был нормальный рабочий день да и видимо уже он близился к концу рабочего дня когда концентрация пропадает когда мысли начинают как-то блуждать и финиас гейдж трамбовал как всегда порох своим железным ломом и в это время он повернулся к своим соратникам он был бригадиром он повернулся у него был видимо в это время открыт рот потому что он что-то говорил им он ударил сильно по этому пороху а туда не был засыпан еще песок и что-то там воспламенилось проскочила какая-то искра раздался взрыв и железный лом заостренным своим концом он просто влетел в его открытый рот прошел там за левым глазом через мозг и вылетел в просто пройдя сквозь его череп насквозь он вылетел вверх и упал оставив в голове вот этого человека финиаса гейджа сквозную дыру через которую там был виден мозг и все прочее интересно что при этом гейдж даже не потерял сознание он сел на какую-то телегу доехал домой сидел там на крыльце разговаривал с прохожими в то время у него была сквозная дыра в голове и когда пришли врачи врачи конечно понимаете что в те времена неврология нейрохирургия не была так развита и они смогли ему помочь только такими достаточно грубыми методами но смогли помочь и он выжил ослеп на левый глаз но выжил сохранив при этом свои мыслительные способности и жил еще после этого 12 лет будучи способным еще совершать работы сам себя обеспечивать и был вполне самодостаточным человеком но что привлекает нас в этой истории да почему я ее рассказываю потому что во время то есть благодаря вот этому случаю по причине точнее этого несчастного случая он потерял свою личность то есть он стал не тем человеком которым его знали его окружающие люди его семья его друзья то есть если до этого несчастного случая он был очень таким хорошим работником он считался лучшим бригадиром на железной дороге и он был очень собранным деловым пунктуальным при этом он был и почтительным и вежливым и говорят христиане что он был христианином ходил в церковь как-то думал о других людях был скромным в своих запросах то после того как вот этот лом пробил его голову повредил лобные доли да фронтальную кору он просто изменился очень сильно он перестал как-то прислушиваться к другим людям он стал очень капризным требовательным к своим собственным каким-то желанием он стал сквернословить ругаться он забывал все доделать то есть он не мог уже сосредоточиться хорошо на своих делах и самое главное что он стал таким равнодушным ко всем людям то есть как личность он изменился совершенно даже собственные родители признавали что это уже не тот гейдж который был до несчастного случая при этом он вполне сносно физически существовал да и вот мы видим что здесь физическая да сторона его жизни она повлияла впрямую на его душу он он не стал больше ходить в церковь искать бога он не стал больше как-то прислушиваться к своим ближним и даже его врачи говорили что он предался своим таким животным страстям то есть они взяли верх над его интеллектуальной какой-то душевной сущностью и конечно эта история полна драматизма и мы понимаем что с нами тоже может случиться какой-то несчастный случай мы не отвечаем за это да это просто может случиться со всеми но что мы можем контролировать мы можем контролировать свой образ жизни и каждый из вас я думаю знает таких людей которые стали алкоголиками если вы знали их до того как они спились и после того то вы согласитесь со мной что это совершенно другие люди то есть они вместе с вот со своей со своей ну со своим трезвым образом жизни они утратили и свою личность и как про таких людей часто говорят просто потерял человеческий облик да то есть опять же физическое физические действия да ну воздействие алкоголя на наш мозг на нашу на наше тело на нашу печень вообще на наши внутренние органы да оно способно изменить личности человек меняется до неузнаваемости вот в такую же какую-то животную сторону и таким людям уже все равно что страдают рядом с ними другие люди их собственные семьи их дети что они подводят кого-то на работе им все равно они сосредоточены только на том чтобы удовлетворить вот эту свою страсть и таким образом конечно страдает и душа и дух и я считаю что свое тело нужно вот любить как вот мы есть какие мы есть таких и любить самих себя не внешность я здесь не про внешность говорю да вообще внешность больше занимает молодых людей они зациклены да очень сильно на внешности на своей они могут вот часами рассматривать вот что-то нос свой там глаз бицепсы свои трицепсы они так придирчиво себя разглядывают и так переживают что у них там чего-то много чего-то мало когда человеку уже сорок и больше он на самом деле уже не переживает за свою внешность человек привыкает к своей внешности привыкает к самому себе и в конце концов смиряется с с тем что все мы стареем что время оставляет на нашем лице на нашем теле свои следы что это в конце концов нормально есть люди которые всю свою жизнь они зациклены на своей внешности например вспомните короля поп-музыки Майкла Джексона который так замучил свой бедный нос операциями пластическими что в конце концов нос просто отпал и ему приходилось вот сюда вот ставить какой-то искусственный нос и вот так вот он жил с искусственным носом он очень много пережил операции и менял цвет своей кожи все это было до бесконечности все равно ему ничего не нравилось это говорит конечно о том что он так и не смог разрешить свои детско-юношеские проблемы и так и остался в них до конца жизни не смог их перерасти проблем там было очень много да и если взять более такие случаи менее известные более таки банальные случаи то мы все знаем что есть люди которые очень переживают о своей внешности всю свою жизнь но я думаю что это больше идет от какой-то от какого-то пренебрежения своей внутренней жизнью то есть если у человека мало внутренней жизни если он не понимает что в конце концов внутренняя красота куда более важна для счастья человека для его взаимодействия с окружающими с его семьей например то это значит что он как-то не до развился в этой области что он остался в тех вот подростковых проблемах и ему конечно нужно выбраться из них каким-то образом перенастроить себя да если вы вам уже 50 лет а вы все переживаете за свою внешность то просто сосредоточься на другом сосредоточься на своей внутренней духовной жизни на боге которую нам ее дает но тем не менее как же любить свое тело да напоследок поговорим об этом и любить тело нужно изнутри как я это называю то есть надо думать а ну надо думать с нежностью и с благодарностью о тех миллиардах клеток которые составляют ваше тело вот уж на самом деле кто вам до конца предан и кто любит вас изо всех сил кто самоотверженно вам служит это клетки вашего тела каждая из них знает что ей делать каждая из них защищает там вас от разных болезней от разных вторжений да каждая из них готова даже пожертвовать своей жизнью ради вашего благополучия вот кто вас еще будет так любить на самом деле клетки иногда совершают самоубийство когда они знают что они больше не нужны организму что их существование приносит ему вред и подумайте о тех 86 миллиардах нейронов которые составляют ваш мозг да и управляют всеми процессами вашим организмом вы можете спать вы можете обдумывать какую-то задачу вы можете веселиться а вот эти клетки они осуществляют контроль за всеми системами организма чтобы вам было хорошо чтобы вы чувствовали себя отлично чтобы все системы не не останавливались да и вот в этих нейронах мозга где-то возникает вот то чудо о котором до сих пор спорят ученые это чудо называется сознанием вот когда вы обо всем этом подумаете еще о многом другом да о каких-то тонкостях и разных таких маленьких чудесах которые происходят в нашем теле да вы полюбите свое тело вы на самом деле будете ему благодарны что она столько лет вам служит что она как-то компенсирует ваши плохие привычки что она все еще позволяет вам двигаться ходить говорить мыслить на любить слава богу и я вам порекомендовала бы на эту тему почитать две отличные книги это книги которые написал филипп янси с авторстве с полом брендом с доктором и они называются так ты дивно устроил внутренности мои и вторая книга называется по образу его в этих двух замечательных книгах авторы вот про ну раскрывают какой-то промысел божий о нашем теле и как дивно мы устроены как все создано замечательно и когда вы вот почитаете такие книги ну какие-то еще подобные им да то вы еще раз восхититесь вот тем делом божьим которое проявляется в нашем физическом теле и последнее место писания да которое я хочу хочу прочитать для вас это второе коринфянам пятая глава с первого по десятый стих мы знаем если рухнет шалаш наше земное жилище у нас есть дом его нам даст бог это не рукотворный вечный дом на небесах пока мы здесь мы горько стонем так не терпится нам облечься в этот небесный покров в нем мы даже раздетые не окажемся ногими но пока мы все еще в своем телесном шалаше мы тяжко стонем не от того что хотим лишиться земного крова а от того что хотим облечься в небесный чтобы смертное было поглощено жизнью вот цель ради которой сотворил нас бог давший нам в залог святого духа и так мы всегда отважны духом и знаем пока мы живем дома в собственном теле мы на чужбине не у господа ведь мы живем верой а не тем что видим глазами так вот мы отважны духом мы предпочли бы скорее выселиться из тела и поселиться дома у господа потому и желаем больше всего живем ли дома или на чужбине понравиться ему ведь всем нам придется предстать пред судьей Христом чтобы каждый получил по заслугам за все что сделано им за время телесной жизни и за доброе и за дурное и я вам предлагаю конечно же самим поразмышлять над этим чудесным текстом и когда мы говорим о шалаше когда мы говорим о шалаше у нас ничего такого прочного не возникает в голове ассоциации с чем-то прочным их просто нет с чем-то надежным таким устойчивым шалаш это что-то такое временное и вот именно с шалашом или с хижиной с такой какой-то непритязательной постройкой да апостол павел сравнивает вот это наше земное тело и говорит о том что в будущем мы получим там у господа настоящий дом то есть такое тело которое не болеет не стареет не умирает и конечно это совершенно чудесно но сейчас здесь земной жизни мы должны тоже так же хорошо относиться к нашему земному телу не впадать в похоти не впадать в какие-то преувеличения по заботе о нем не впадать в какие-то крайности но все-таки оно так дивно устроено несмотря на его временность и сколько Господь положил тут силы выдумки и творческих своих находок в нашем теле как он его чудесно устроил что оно достойно того чтобы мы заботились о нем и в следующее занятие я хочу поговорить о конкретных методах и способах о том как сделать так чтобы наше тело долго нам служило чтобы оно радовало нас чтобы оно доставляло нам вот много удовольствия и в то же время давало возможность исполнять свое главное жизненное призвание то к чему нас призвал Господь будьте благословенны дорогие и здоровы mensen ну Субтитры сделал DimaTorzok